В фильме о президенте Путине, который вышел на этой неделе, прозвучало заявление, которое заставило многих вздрогнуть. Российский лидер рассказал, как 4 года назад он приказал сбить пассажирский самолет. Причина в том, что поступило сообщение, Боинг якобы захвачен террористами и держит курс на Сочи. Через несколько минут ситуация прояснилась. Самолет благополучно долетел до места назначения и 117 человек на борту. Все эти годы не знали, что их жизни висели на волоске. Кто эти люди, которые должны отмечать второй день рождения? Картину событий того дня восстановил Гарик Негницкий. Гарикова, 7 февраля 2014 года. В 18.28 по московскому времени Боинг 737 компании Pegasus Airlines вылетает в Стамбул. На борту 110 пассажиров и 7 членов экипажа. В это время в Сочи все готово к открытию Олимпиады. На стадионе Фишт более 40 тысяч зрителей. Еще 3 миллиарда человек вот-вот увидят церемонию по телевизору. Владимир Путин, он вспомнит этот эпизод через 4 года в фильме «Путин», показанном на канале «Россия-1», проводит в Сочи прием. Боинг Pegasus Airlines уже 40 минут в полете. Вот-вот начнут разносить еду. Но тут один из пассажиров требует лететь в Сочи, иначе он взорвет самолет. Я сидел во втором ряду и все слышал. Более того, у нас был переводчик. Он требовал автобус, чтобы высадить пассажиров и хотел зайти в кабину. Произнеся свое требование на русском языке, захватчик был пьян, и выглядел немного потерянным. То есть как будто не понимал, где он. Говорил, что у него есть бомба, и он ее взорвет. При захвате самолета первым делом пилот, командир корабля, должен убедиться, что замки закрыты. Дверь пуленепробиваемая. Даже здесь, на тренажере «Дримайера» в Московском Сити. Пускать в кабину посторонних после терактов 11 сентября запрещено. Угонщик обращается к пилотам через бортпроводников. У самолета есть 4 аварийных ответчика. И один из них предусмотрен как раз для тех случаев, когда лайнер захватывают. Пилот вводит специальный код, и на земле понимают, возможен теракт. 19.21 по Москве. До открытия Олимпиады меньше часа. На портале форум «Авиа» тут любители следить за воздушной обстановкой. Появляются тревожные сообщения. Только что сообщили, что PGT-751 установил код ответчика нападения на экипаж и попросился на запасной в Сочи. Не пустят или собьют? Провокации попахивает. Попросился на запасной в Сочи. Кто ж его туда сегодня пустит? В Сочи Путин вместе с представителями МОК едет на переполненный стадион. Президенту России докладывают о захвате самолета. Я спросил, что вы предлагаете, и ответ ожидаемый. В соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации. То есть? Сбить. Что значит сбивать? Сбивать это, если мы летим на какой-то город, и дальше непонятно, что будет происходить. Андрей Литвинов, командир А-320, его тоже могли сбить. 28 декабря 2006 года выполнял рейс Москва-Женева. Один из пассажиров объявил, что самолет захвачен. Он стал ломиться в кабину. И вот как раз кричать, что я взорву, сейчас никто никуда не улетит. В пакете держал руку, вот так вот. И заявлял, что он бывший сотрудник спецслужб. И он сейчас разнесет весь этот самолет, никто никуда не улетит. И мы запросили посадку в Праге, включили сигнал бедствия. В ВВС Чехии подняли по тревоге два истребителя. Зеркала заднего вида у пассажирского самолета нет. Что происходит сзади, летят ли за нами перехватчики, непонятно. Единственная возможность увидеть истребители, это когда они поравняются с кабиной пилотов. Просто выходим плавно вперед на увеличенном интервале, в безопасном интервале между крыльями и на уровень кабины пилота чуть выше. С мелким покачиванием крыла на крыло показывают за тем кивком, куда ему надо удалиться. Перед Валерием Морозовым, бывшим командиром пилотажной группы «Стрижи», обычно стояли другие задачи. Показать публике во всей красе группу МиГ-29. Но действия при перехвате он, как боевой пилот, знает досконально. Сначала осмотр пассажирского самолета на предмет повреждений и просто чего-то необычного. Потом визуальный контакт с пилотами. Расстояние это метров 15. Если самолет нарушитель уже определён, что он нарушитель, что следует в сторону государственных границ, не реагирует на команды, то первоначально, конечно, даётся очередь из пушки, чтобы экипаж видел, что уже шутить с ним никто не будет, что следующая команда будет дана на поражение. На эшелоне подлетело два истребителя с двух сторон. То есть вот где-то с этой стороны и вот с этой стороны. Вот так вот. У Андрея Литвинова в 2006-м не дошло и до предупредительной очереди. И взрывчатки у пьяного дебошира не оказалось. Но ту посадку в Праге лётчик до сих пор вспоминает с дрожью. Ты вот летишь и не понимаешь. Либо сейчас взорвут тебя, либо тебя сейчас собьют. Вот всё время вот в ожидании чего-то плохого. А ну, надо работать. Надо запрашивать посадку, надо брать погоду, надо настраивать оборудование бортовое. Рейс Харьков-Стамбул. Его сопровождает Су-27 украинских ВВС, поджидают два турецких Ф-16 и его приказал сбить президент России. 110 пассажиров об этом не знают. Капитан Ильяс Карагюль догадывается. Я думал, что если мы полетим в Сочи, где проходят Олимпийские игры, русские власти примут это как угрозу безопасности. Будут сопровождать нас перехватчиками и собьют. В соответствии с действующими правилами. Карагюль берёт курс на Стамбул. Запрашивает аэропорт Сабиха-Гёг-Чен. Говорит, нужно погасить все огни, кроме посадочных. Тогда угонщик не поймёт, где приземлился Боинг. Начал снижаться, но ответчик не поменял. У меня он пропал с экрана. Последний раз видел его на посадочном курсе аэропорта Сабиха-Гёг-Чен на высоте 560 метров. Путину докладывают, на борту был пьяный гебош. Самолёт следует в Стамбул. Десяткам тысяч гостей Олимпиады ничего не угрожает. Отбой. Второй день рождения могут отмечать семь членов экипажа и 110 пассажиров, в том числе несостоявшийся угонщик. Я не хочу прислабить, я хочу сказать представителям Украины, представителям России. Вот он, 44-летний харьковчанин Артём Козлов в свитере хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс». Его возьмёт турецкая группа захвата, когда всех пассажиров выведут через заднюю дверь. Активист партии «Батькивщина» и «Фронтзмин» ездил на Майдан. Козлов будет рассказывать, что хотел устроить мирный протест. Взрывчатки у него на самом деле не было. И вообще это всё шутка. Но по данным турецкого издания «Хаберлер» получит 9,5 лет тюрьмы. Мы даже не знали, что нас захватили. Мы не думали, что можем приземлиться в Сочи. Только сейчас от родственников узнали, что наш самолёт был захвачен. И уж тем более не догадывались, что могли погибнуть. Владимир Путин сообщит об этом только через 4 года перед выборами. А ещё раньше, через каких-то 5 месяцев, после уцелевшего турецкого 737-го «Боинга», над Украиной будет сбит «Боинг-777-й» «Малайзийский». Но это уже другая история. Гарри Книгницкий, Георгий Андроников, Леонид Бабков, Игорь Мелузов. RTVI Москва.